В сегодняшнем видео поздравляем чемпионок, почему я не снимаю бомжей в Лос-Анджелесе, что я буду делать в Москве и как мои соседи сажают все подряд. Всем приятного просмотра! Всем привет! У нас плюс 18, а то пишут, что мы тут все задыхаемся от жары, ничего подобного. У меня болеет ребенок, поэтому сейчас иду, укатываю в коляске и впереди 4 выходных дня по поводу какого-то праздника. Я уже запуталась, у них тут столько праздников, больше чем в России, поэтому пятница, суббота, воскресенье и понедельник будут выходными днями. Хорошо, что детская комната в джиме работает, поэтому будет время заняться собой. Кстати, я вчера побегала по берегу океана, хочу обработать видео, вставить видео с дрона, чтобы, знаете, так красивенько получилось. Вот, может быть, за 4 дня у меня время на обработку появится, если я не удалила то, что я хочу вставить. Сегодня, конечно же, в чем-то трагический день, в фигурном катании, психологически все же сломили Камилу. Тут и взрослому человеку сложно бы было выдержать такой прессинг. А представляю, каково ребенку. То есть, конечно же, она не смогла справиться с этой нагрузкой. Да, конечно, хорошо, что и Аня взяла золото, и Саша серебро. Хорошо, что про эту допинг-пробу стало известно после командных соревнований. И Камила взяла золото хотя бы в командных соревнованиях. Скоро будет чемпионат мира, если ее допустят. Я уверена, что она возьмет заслуженное золото. Не все довольны, конечно. Саша, я сегодня увидела видео, как Саша плачет, что у всех есть золотые медали, а у нее нет. Что она ненавидит лед и больше никогда на него не выйдет. Тоже хотела взять золото. Наши девчонки, конечно, молодцы. Такой силе духа, какая есть у русских спортсменов. Можно только позавидовать. Вот такая хорошая у нас сегодня погода. Что касается предложений встретиться в Москве. Я думаю, у меня будет такой насыщенный график, что мне будет проблематично. Тем более я в России и в принципе везде. Всегда езжу и хожу с мужем. Он меня одну в Россию не отпускает. Поэтому проблематично организовывать встречи. Я даже не знаю, будет ли у меня время прокатиться теми путями, которыми я обещала, которыми я когда-то ездила. Когда мы зарабатывали на первые квартиры в Москве. То есть по промзонам, по багажкам. Всю красоту показать. Потому что я уверена, там как все было, так и осталось. Что касается предложений ко мне съездить в Улей, показать бездомных. Я уже снимала этих бездомных в Улей. Я туда же ездила неоднократно. Туда ехать, между прочим, два часа без пробок. Как бы так. Между прочим. Я снимала скидроу. Я там сходила в ночной клуб. Это видео есть у меня на канале. Я прикреплю в комментариях или даже в описании к этому видео. Ссылку на то видео в скидроу можете посмотреть. И хочу отметить, что я живу не в столице. От меня до столицы, Вашингтона, ДС, 4300 километров. То есть, если сравнивать, к примеру, нашу Orange County, то нужно сравнивать с какой-нибудь местностью в России. Примерно на таком же расстоянии от Москвы. То есть, я нахожусь не в столице, а в деревне. Действительно, живу в деревне. То есть, без всякого сарказма. Здесь, как бы, такие небольшие городки. Плавно перетекают один в другой. Плавно перетекают один в другой, и нету высоток. Это, кстати, моя любимая улица для прогулок. Я сегодня хотела побегать, но ребенок проснулся очень рано, в 6 утра. И уже побегать у меня не получилось. Мне очень нравятся домики. Я обычно вечером выхожу гулять. Где-то в 8 вечера здесь темно. И вот весь свой путь, от дома и обратно. Я звоню папе. В России как раз 7 утра. И мы все это время разговариваем. Это, получается, минут 40. Когда папа приезжал, я его специально вечером провела. Я говорю, вот, посмотри, чтобы ты знал, где я иду, когда я тебе звоню. Здесь всегда такое все красивое, ухоженное. Достаточно большие дома. Одноэтажные. С хорошим видом. Ну, а самый красивый вид, вы видите, на холме, там, где живет наша медсестра. Там из всех домов открывается замечательный вид на океан. До океана 10 километров. Но если подняться чуть повыше, даже если вот дрон взлетал, буквально там на сколько, на 50 метров даже ниже поднимается, и уже видно океан. Капиона просит, what do you want? And your tummy? Are you cold? Okay. В детский сад мы тоже сегодня не пошли, естественно. Есть похожие гастроэнтериты вирусные. Это вызванные норовирусом и ротовирусом. Ротовирус длится в основном 3,7 дней, а норовирус 1,2 дня. Вот, походу, сейчас такой аутбрейк в Калифорнии. В детских садах именно норовирус. То есть у детей понос рвота продолжается 1-2 дня и потом самостоятельно проходит. Вот, кстати, обратите внимание, что в то время, как многие растения вечно зеленые, то ряд деревьев стоит без листиков, уже набухают почки, скоро появятся весенние цветочки. Птички поют. Не знаю, слышно вам, не слышно. Скоро будет дом моей подружки-бабушки-итальянки. У нее там растут два дерева инжира, лимоны, апельсины и еще что-то там есть. Она мне в мешок апельсинов в том году давала. Кстати, очень вкусные. Они здесь такие небольшие апельсины, но вкусные. Но не зря Оранж Каунти называется Оранж, потому что здесь были плантации апельсинов. И даже наши девчонки ездят. Здесь есть очень много каких-то заброшенных плантаций, на которых здесь даже эти апельсины не собирают. Бери, не хочу. Вот, видно, вот апельсиновое дерево. Видно вам. Против солнца, наверное, не очень. Так, ребенок у меня уснул. Вот, посмотрите. Давайте я сейчас обойду, покажу вам вот этот вот лимон. Это лимон такой большой. Вот лимончик. А вон то апельсинчик. Такое большое дерево апельсиновое. А это два фиговых дерева. Видите, такие вот серенькие. Летом они все увешаны фигами. Одна темная фига, темный инжир. А вон справа светлый инжир. Такие большие вырастают. А это вот знаменитый петушок. Все никак не посмотрю, как он называется. Смотрите, какой красивый цветочек. Это вам немножко нашей калифорнийской красоты в ленту. Пишите в комментариях, что вам еще рассказать. На этом все. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока-пока.